Я из Германии, город Баден-Баден. Сейчас беру просто и регистрируюсь. Все. Я даже просто не проверял ни на легальность компании, ни на что-то еще что-то. Я просто хотел поехать еще раз в круиз. И я им поверил, что это можно сделать в действительности в два раза дешевле. Понимаете? Я попал в точку. Ребята, я попал в точку. Я всегда говорил, что я ни на один день, ни на один час, ни на одну минуту не пожалел о том, что я нахожусь в этой компании. Итальянцы, мужчины привезли жен в круизы. Это классно. А в нашем случае почему-то жены везут мужиков. Прямо обидно, честно скажу. Прямо за мужиков, да? Ну честно, прям обидно. И когда ты им начинаешь рассказывать, они начинают многие что-то говорить. Типа, да я надо, куплю. Да ты купи. Ты купи, отвези свою семью, отвези. А то все говорят, надо, куплю. А никто не покупает. Мужики, вы там поаккуратнее, да? А то найдутся такие парни, как на экране сейчас. И ваши половины сами отвезут. В круизу. При минимум вложении здесь можно сделать, во-первых, команду. Можно зарабатывать деньги. И будешь путешествовать. На самом деле, это мой первый пересечения границы в рамках круиза. До этого я не путешествовал. Я был в четырех круизах. Это был первый по Европе. Потом я был в Сингапуре. Потом я был в Эмиратах. И еще раз по Европе на грандиозе. То есть, на самом деле, я думаю, больше, чем кто-либо здесь, вот в эфире, я был в круизах. Четырех целых. Поэтому все работает. Да, я как никто могу сказать, что все работает, все круто. На самом деле, вот здесь говорили про легальность. У меня, на самом деле, ни на секунду не было сомнения в легальности вот этого бизнеса, вот этого клуба. И вообще ни секундочки. И до сих пор нет. Я уверен, что инкрузис будет существовать, ребят, в десятилетии. Вот вы будете уже с парисками, с палочкой ходить, вот это, с тросточкой. И вы будете говорить, а помнишь, что инкрузис, мы в ключ вступили. Вы будете партнерами. У вас будут огромные команды. И вы будете вспоминать и благодарить этот клуб. А кто сейчас этого не понимает, я вот, честно говоря, ну, либо у них мозг не на том месте, либо реальности нет. Серьезно. Все, у меня все, давай. Я до конца не верил, что я просто вот окажусь сейчас в круизе, да? До конца не верю. Но когда я уже стоял на верхней палубе, мы такой компашкой с коктейлями. Это Дубай. Красивый лайнер. И на фоне вот этих небоскребов играет музыка на верхней палубе. И мы просто ходим и пошли дальше. Это просто непередаваемое ощущение. Это надо испытать. Вот Олег был в круизе. Он, да, понимает, о чем я говорю, да? Когда круизный отдых, он не может, мне кажется, вот он не может не нравиться. Я, например, не понимаю те, кто мне говорят, да мне все равно, а мне пофиг, а мне неинтересно. Как может не нравится вам круиз, да, просто? Вот там есть у меня знакомые, одинокие. Я говорю, ребята, я говорю, у нас просто-напросто такое количество классных девчонок, я говорю. Просто обалденное количество. Прям вот на любой вкус, возраст и цвет. Блин, ребята, вы можете здесь выбрать просто себе пару. И здесь есть же, скучарются же, да? А многие боятся. Я говорю, даже не надо на сайт знакомства регистрироваться. Ты в инкрузе зарегистрируйся, это круче, блин. Просто-напросто. Я даже, я просто людям говорю, я говорю, вы знаете, за то, что иметь вот это вот сообщество, да, вот вас всех вот просто. Мне бы, если просто сказали, плати 100 баксов в месяц, и ты будешь купаться в этом вот сообществе, да? Я просто так бы платил бы 100 баксов, чтобы просто здесь находиться бы. Без круизов, без... Здесь деньги, здесь рост, здесь масштабы, именно масштабы на весь мир. Нас ничего не держит, грубо говоря. Я говорю про поводу бизнеса, вот скажу. Ну, ребят, ну на самом деле, ну, я не знаю, один проект, в который вложил 195 долларов, можно выйти на доходы, которые, ну, вот, в эти в инкрузы. То есть, любой классический бизнес требует вложения, требует уйма времени, ответственности, ну и т.д. и т.п. И не факт, что у вас получится. Женщины многие хотят, да, допустим, а мужчины им говорят, нет, там, отговаривающим, что-то. А мне просто интересно, неужели вам, мужикам, жалко для своей любимой половинки 295 долларов? Просто, вот даже просто, даже если вы думаете, что она ошибается, допустим, да, допустим, это пирамида, секта и все остальное, просто дайте своей любимой второй половине эти несчастные 295 долларов, чтобы, чтобы ты хотя бы себя как мужик чувствовал по-другому, да, вот ты, дай просто вот, да, если ты не понимаешь, она разобралась, просто дай и все. Пусть она разобралась, просто забудь про них. Держи немножко, допустим. Все, но, как правило, многие боятся лишнюю копейку потратить, лишнюю копейку отдать, еще что-то. Ребята, риск благородное дело, рискуйте и будете пить шампанское на лайнере. И 100%. И не только на лайнере. Риск так говорит о новом. Надо пробовать всегда, пусть это будет поражение, пусть это будет что-то другое, но это будет ваш опыт и рост. Без этого никуда. Надо всегда идти дальше. Да, перемен требуют наши сердца. Нет, еще есть люди. Нет, за вас уже попробовали. Клубу 5 лет уже много людей попробовали. Да, конечно. Просто берите и пользуйтесь. Я понимаю, если я пришел в конкурсус сегодня, вчера, я понимаю, еще бы задумывались люди. Уже 5 лет, сколько ждать еще? 10 лет? Сколько еще ждать, чтобы понять, что все нормально? Вот я не понимаю. Те, которые хотят подождать, пусть подождут. Они же бессмертны, скорее всего. То есть у них есть время, надо то, чтобы подождать. Да. Мы будем старичками на палубе ходить, они будут старичками смотреть телевизор и в Инстаграм. Они будут в Ютубе наблюдать, как мы отдыхаем. Наши ролики. Да. Мы же уже к тому времени еще круче и знаменитей станем, да? Конечно. Будете за нами наблюдать за такими блогерами. Говорю, круизный отдых намного дешевле классического, потому что мы оставались в Европе. Я понял, что в Европе очень дорого. Если в Париже стоит обычный обед, там 50 евро на человека, я считаю, это очень дорого для россиянина, это дорого. Даже если у тебя в кармане там 1000 евро, то все равно дорого тратить, жалко. Понимаете? А поэтому круизный отдых реально намного доступней обычному человеку, россиянину, да и любому европейцу, чем классический отдых. Он проще, потому что мы же понимаем, что в круизе ты сположил чемодан и путешествуешь, как говорит Серега.